Здравствуйте дорогие друзья с вами вновь радио Сангейтс и у нас снова в гостях по традиции Борис Увайдов специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины организатор основателя ведущей академии естественных наук человек который уже 40 лет занимается медициной если несколько слов сказать в академии естественных наук то это определенная школа определенная возможность научиться в течение полугода научиться тому как исцелять себя своих родных и близких здравствуйте Борис здравствуйте меня хорошо слышно да отлично слышно вас и насколько я знаю мы сегодня поговорим о голодании причем не просто о голодании а о сухом голодании правильно да сухое голодание имеет ряд преимуществ и поэтому значит один день сухого голодания равняется 3 дня мокрого или же водного голодания вообще когда говорить про пост истинный пост это когда ничего не ешь ничего не пьешь или же пьешь только воду вот ну возвратимся библейские времена когда согласно историческим фактором постился моисей 40 дней ничего не его ничего не пил потом ему как бы но встретился с богом в виде значит горячего огня источника вот именно там упоминается о том что он ничего не ел в горах это пустынное место ничего не пил вот хотя там не говорится что это было сухое голодание по историческим фактором ничего не ел и ничего не пил 40 дней почему из-за 40 дней мы потом опять поговорим теперь обратимся христос сын божий тоже показал пример о том что чтобы избежать всякие искушения со стороны ну как бы искушение со стороны дьявола как это было написано и вообще разных других искушениях человек не пил и не ел 40 дней будда не ела не ел тоже 40 дней для того чтобы как бы познать бога понимаете вот в разные времена вот эти библейские значит примеры нам показывают почему именно 40 дней почему не 50 почему и 30 оказывается в течение вот этих 40 дней восстанавливается значит контакт с богом значит пророки тоже постились и значит для чего это делается для того чтобы чтобы бог услышал нужно восстановить надо вот оба божественную машину сонастроить очистить нашу кровь очистить клетки постановить биополе и восстановить связь с богом это значит связь всегда была она просто нарушилась я вас перебью а вот наверное не случайно и вот эти вот даты связанные со смертью 3 дня 9 дней и 40 дней через 40 дней там тоже что-то происходит серьезно отделение каких-то насколько я знаю тонких тел и там это по сути тоже восстановление с богом но уже совсем в другом виде уже идет речь о в отделении души после смерти на но тоже 40 дней до ноги до 10 цикла тоже вот в чем дело почему 40 дней оплакивается евреев у мусульман значит после смерти душа которая привязана к телу вот она как бы привязана материальными вот этими цепях то есть человек скучает его душа не может уйти дальше значит и очиститься да это как бы и православных есть чистилище это место где очищается души и для того чтобы значит душа полностью ушла или же оторвалась от этого материального тела которые захоронены нужно 40 дней тогда она как бы уходит полностью и уже не возвращается в наше значит земное вот это пространство где человек был похоронен поэтому некоторые значит цивилизации включая индусов и вот индейцев они сжигали труб почему чтобы не было привязки ну и сейчас и сейчас сжигают виние и и сейчас и здесь и сжигают но дело в том что это значит обычаи и каждый верит свои обычаи ну допустим евреи не будет сделать обычаи что христиане делают мусульмане у них свои обычаи у индусов другие обычаи тогда но наука говорит нам что вот именно 40 дней это и есть круглая цифра когда полностью разделяется дух от сил и он уходит вот значит дальше мы видим что во времена значит старого завести написано что вот захарий это тоже значит был пророк вот еврейский пророк который постился два раза в неделю ничего не ел ничего не пил и там началась эклопедии было сказано ясно когда человек не ест и не пьет вот у него очищается кровь а кровь это медиатор между духом и телом скажите они являются ли с точки зрения науки опасным такой длительный срок еще и сухого голодания ведь за 40 дней ну там наступает с точки зрения традиционной опять-таки науки обезвоживания организма понятно там с питанием само собой но без воды и какая-то уже угроза вообще от смерти или тут имеет значение какие-то тонкие вещи которые вступают в действия и нивелируют вот эти вот все физические негативные воздействия значит во времена библейские времена вообще даже вот во все времена за исключением последние 200 лет человек мог поститься и так и так но в настоящее время катастрофически нельзя почему потому что кровь засорена загрязнена и отравлена вот этими ядами которые находятся вокруг нас в воздухе везде питье везде и притом знаете образ жизни люди раньше проводили на свежем воздухе движения вот а сейчас это работники конторские работники поэтому отсюда всяких болезней то есть сейчас сухое голодание противопоказано даже после трех дней почему человек может отравиться умереть собственными ядами вот и никогда так не загрязнилась кровь как в настоящее время вот этими шлаками которые вокруг нас то есть сейчас можно голодать по сухому голодать по сухому не более трех дней так это это без подготовки нельзя он даже не выдержит 3 нужно подготовиться подготовки для лица от 7 до 10 до двух недель значит значит специалист должен увести как значит очиститься прежде тем войти в это сухое голодание вот официально вот в кисловодске проводится это официальное значит голодание по до 11 дней но у них там немножко нестыковка то что как положено то что там нет врачей а а там был один ученый щенников он старый проводит это голодание в кисловодске и вот дочка ну дочка мало чего понимает о физиологии и они там не подготавливается сразу на сухое голодание что я знаю я сталкивался с секретарем вот дочка щенникова который вел вот эту программу несмотря на это там очень хорошие положительные результаты сначала не посятся 5 дней потом 7 дней потом уже 11 дней значит конечный этап это 11 дней очень много хороших результатов ну естественно даже если каждый второй это уже здорово то есть это 11 дней сухого голодания да да это как бы равняется 36 до 36 дней мокрого голода а вот эти 11 дней сухого голодания в нынешних условиях на ваш взгляд как удается восстановить вот эту связь с божественным о которой вы говорили в начале одним до другим нет одним достаточно другими достаточно ну там надо еще разные дополнительные мероприятия дел но я сейчас еще хочу поговорить о том что вот что происходит когда человек ничего не ест и не пьет вообще в библии так написано что пост без молитвы не работает и молитва без пота тоже не работа еще одно время надо молиться и поститься а что такое молитвы это когда человек уходит от этого своего порочного сознания то есть меняет сознание когда он кается у него очищается то тонкие тела когда он кается значит он осознал что он делал неправильно пил ел неправильно мысль неправильно вот начнем меняется сознание без этого невозможно начать пост это очень интересный вопрос я может быть чуть-чуть сторону отойду но я не могу этот вопрос сейчас не задать речь вот о чем принципиальное отличие между крупнейшими религиями ну скажем индуизмом которая которая наверное одна из древнейших если не древнейшая религия и христианством заключается в том что христианстве можно раскаяться получить прощение человека чищены вот как вы говорите раскаяние меняет тонкие тела а в индуизме там другой подход там идет речь о том что кайся не кайся а никуда от кармы не денешься и чуть только чуть-чуть вот я так слышал только чуть-чуть может искреннее раскаяние улучшить карму но все равно уже как бы ничего не поделаешь нужно отрабатывать вот на ваш взгляд на вот ваше личное мнение все-таки что ближе к истине или христианство внесло какое-то приход иисуса какую-то внес совершенно новую энергетику когда можно раскаявшись очистить свою карму или как вы говорите вот очистить тонкие тела наверно это близко одном другом потому что одно из тел там кармическое или все-таки кайся не кайся а в общем отрабатывать придется вот как вы думаете религии путают человека понимаете бог не лицеприятен ему одинаково что китай что идеи что христианин он всех одинаково любит как солнце всем светит одинаково да им бандитом и святым так значит там нет такого какого-то преимущества какой-то религия права или не права там царствуют законы космические законы а что такое карма это проблема причины и следствие сделал плохо получай плохо ограбил ну ограбил по разным причинам но это конечно против бога значит он должен покаяться и мы не знаем насколько он совершил преступление не только перед человеком но перед богом вот каждое ответственное что такое карма карма это есть задолженность который человек или в этой жизни сделал или когда он уже рождается тоже задолженность и он это должен на карму отработать не в этой жизни следующей жизни но искреннее раскаяние получается может улучшить эту ситуацию или аль я чистить вот конечно вот для этого и существует наша жизнь для того чтобы знаете законы кармы и законы природы и законы здоровья до самосовершенствоваться и уничтожим ли этому карму в эту жизнь или нет это неизвестно потому что мы не судим мы не знаем насколько он очистил себя от этой кармы но если он не начнет значит он не кончат за жизнь можно полностью сжечь любую плохую негативную карму понятно спасибо за ответ на мой вопрос давайте теперь вернемся от кармы все-таки ближе к сухому голоданию теперь что касается почему я за сухое голодание первое сухое голодание легче переносится второе значит когда человек ничего не если не пьет для того чтобы выжить там начинает раскручиваться резервная сила включается процессы аутолиза а то есть это состояние когда значит вот эта невидимая сила божественная сила начинает работать на восстановление здоровья вот за 24 48 часов когда в желудок не поступает ничего включается автоматический аутолиз который проводится авто через гипоталамус вот управитель всего организма и подсознание которое находится в абдоминальной области можно ли говорить что человек начинает отчасти питаться космической энергией от момента леса виду совершенно верно там идет вот эта энергия но человек становится плохо он думаешь он не ест он да но дело не в том что он не если не пьет получается кризис а кризис заключается в том что у него кровь очищается выбрасывает колоссальное количество яда который не успевает выделяться с выделительной системой лимфатической системы человек десятки раз отравляется вот поэтому я говорю нужно подготовиться но этот аутолиз механизм он божественный он богов предназначен поэтому вот это посты и такие такие они применялись тысячелетиями еще с времен египта вот поэтому вот правильно зайти и выйти это искусство теперь ладно вот чек проголодал три трое суток допустим да теперь он должен войти правильно вот проголодать легче чем выйти из голода и правильно начинать питаться вот поэтому если у него нет опыта то его кто-то должен вести какой-то специалист потому что если он психологически не перестроиться если он не начнет правильно питание и не перестроить свое сознание то опять будут проблемы вот но вот это сухое голодание чем еще полезным секрет который рассказывал нам значит известная лаврова эзотерик что при мокром голодании у нас значит накапливают эти яда у нас накапливается специальная вот это дайтериевая вода радионуклеиды она в ведре находится клетки а мы состоим из клеток и вот это радионуклеиды они никак не могут вывестись только выводится при сухом голодании поэтому клепка 1 обновляется и омолаживается это может быть только при сухом голодании никак иначе ты ее не вытащишь оттуда а поэтому поэтому преждевременное старение болезнь потому что клетка перестает правильно метаполизировать если какие-то общие рекомендации для проведения сухого голодания вот допустим среднестатистический человек но условно я вот решил по вашим по вашей рекомендации провести сухое голодание потому что как мы выяснили это едва ли не единственный путь к омоложению и плюс тут еще возможно соединение с божественным так вот что в общих чертах нужно делать или это нужно обязательно проводить под пристальным вниманием специалиста и самому лучше за это не браться вот как поступить это на усмотрение человека может быть человек лучше знает даже чем инструктор мы же не знаем но если так судить обувателю к нашим нужно специалист если человек никогда не строил дом как он может строить дом не может строить дом пока не научится это и теория и практика также и здесь нужно делать какие-то дополнительные очистки в период подготовки скажем клизмы или это тоже все уже зависит от того какой специалист человека ведет да тут тут такое дело что полное голодание сухое это когда значит человек не трогает вообще воду даже не умывается ни руки ни лицо потому что как только влага попадает на тело тело втягивает влагу значит он может делать ванну клизму на это уже будет полу сухое голода тоже можно так или инструктор сам думает как лучше ему делать все зависит от проблем понятно но очень интересная информация и насколько я понимаю при каких-то серьезных болезнях сухое голодание может оказаться едва ли не единственной методикой способная помочь я вообще говорю о каких-то совсем серьезных вещах например об онкологии хотя понимаю что тоже это индивидуально с одной стороны а с другой тут не обойтись наверно без специалиста хотя когда у человека другого выхода нет уже тут и и специалиста нет то тогда уже приходится делать это самому для того что просто спасти свою жизнь наверное такие случаи конечно от рака все равно человек умирает а здесь есть хороший шанс но если он допустим не не полностью отравлен химиотерапией есть один шанс восстановить свое здоровье я встречал онкологических больных они без меня они просто меня находили говорили вот и доктор мы вылечились от рака простаты значит один 12 дней имел сухое голодание а один человек да у него тоже была опухоль простаты он голодал сухого 26 дней мало того он работал еще в даунтауна здесь и я через своего друга захотел встречи и мы пошли он взял жену вот ему было за 40 и когда я его увидел мы в ресторане сидели разговаривали я брал интервью вот ему можно было где-то 26 27 лет вот все обновилась все обмолодилась тот детальными рассказывал как он давала он говорят без инструктора тоже 2 вот оттуда одна была значит опухоль груди тоже вылечилась где-то 10 11 суток вот некоторые значит сначала постепенно увеличивать некоторые сразу а кого не так вот 10-11 суток и что через 10 суток прошла опухоль или начались просто только начались какие-то процессы которые потом привели к исчезновению опухоли или вообще через 10 дней вот была опухоль причем на из могла качественно может быть и потом ее не стало так было то просто интересно вы у каждого по-разному а кого тут проходили через 11 дней у кого через семь дней значит смотри по согласно науки сухого голодания значит как я сказал во время сухого поста обновляется клетка полностью сжигается все ненужное и выходит через нефатическую систему так вот на 5 6 сутки все вирусы бактерии паразиты и вздыхают а главная причина онкологии это есть вирусы бактерии паразиты а раз они вздыхают потому что здоровая клетка выдерживает этот пост а больная клетка вымирает раковая клетка вымираем и все инородное чужеродное больное вымирает во время сухого поста вот и все очень просто ясно и логично ну то есть это определенно еще и можно сказать встряска для организма при которой он включает абсолютно все свои резервы как вы говорите больные клетки при этом в этом процессе погибают а только здоровые выдерживают то есть такая борьба за выживание здоровые выдерживают и благодаря этому наступает исцеление ну как я понимаю тут уже зависит от того насколько далеко до этого зашел процесс и не является ли человек настолько ослабленным что уже как бы не слишком много здоровых клеток нужно наверное еще это сделать вовремя или тогда когда уже в любом случае терять нечего и не другого выхода мне же говорю у каждого свой случай и нужно конечно посмотреть это тоже искусство вот был такой его на порфире иванов иванов да сколько он больных поднял вот но прежде чем поднять он сам же постился и его коронный значит пост был три месяца ничего не ел ничего не пил это тяжело поверить да это уже как бы параноедение ли солнце ездить тоже нас и там очень интересная есть ситуация одна из них была когда его пытались уморить что называется психиатрической больнице вкололи ему какой-то укол от которого там у него все это в ногу ушло и он чуть не умер потом дома его отправили домой умирать но к нему пришел его же насколько я знаю воспитанник и заставил иванова который был уже не очень хорошем состоянии обливаться по его же методике холодной водой и за день он поднялся на ноги за день за два и когда пришел врач констатировать его смерть постучал двери иванов сам ему открыл врач упал в обморок это совершенно четкая история из биографии иванова просто я немножко занимался этой системой знаю некоторые подробности но висе таких людей конечно очень мало как почве его но но это просто исторический факт того что что резервные силы человека они как бы беспредельны вот и вот представь себе если бы официальная медицина минздрав всего мира признал бы это то это вряд ли сейчас случится мы это отлично понимаем что это бизнес все и никто не захочет терять денег и фармакология это огромный бизнес и два лет но один из самых прибыльных и за этим стоят силы которые просто не захотят терять свое могущество влияние и самое главное деньги и поэтому для этого должны серьезнейшие изменения произойти чтобы они такие вещи признали и дали им возможность развиваться я хочу напомнить есть такой алексей суворин мой любимый врач антуропат который вылечил более 10 тысяч инвалидов включая онкологию его прозвали апостол голодание он еще в 30-х цирковых годах живя в белграде применял но он не делал точно полностью сухое голодание но он говорил что как можно меньше пейте но клизмы каждый день делать вот у нее потрясающая была методика него там рассказывает одно один случай как человек 12 суток ничего не ел немножко пил до очищал желудок ну чтобы по этой программе очищение он познал бога и он плакать стал как ребенок восстановилась вот эта связь я так наверно просветление просто было то есть он попал в то что на индусе называются самадхи или нирвана разные термины но суть одна да это точно вот у одних это быстро получается других медленно но в общем-то 40 дней это круглая цифра когда восстанавливается полностью здоровья и восстанавливается связь бога все такой бог это невидимая сила вот мудрая сила как бы наша наша наш прародитель даже законодатель как от которого пошло видимое невидимое вот весь материальный мир был образован от этого невидимого мира и поэтому эта связь восстанавливается которая нарушила с самого рождения потому что калечит детей с самого раза с самого начала грудной ребенок как животное имеет связь но потом его уродует и все он теряет эту связь отсюда все проблемы алкоголизм наркотики и всякие несчастья болезни из-за того что мы не слышим связь но животные на природе не болеет ничем потому что они имеют связь бога через инстинкт они не нарушает закон но когда собаки или там дикие животные начинают жить у человека питается и пьют цивилизованную пищу и воду они начинают болеть всеми болезнями знаешь да да они просто на природе же как происходит они травку находят какую-то которая нужна им для конкретно вот этого недомогания сами ее пощипают и прошло а в доме этого не сделаешь все это очень знакомо начинаются антибиотики хождение по ветеринарам куча денег и большой вопрос с результатом да кстати вот животные тоже практикует сухое голодание заметят да они убегают не едят и не пьют ничего вообще ничего только вот травки немножко вот так покусывают и кошки и собаки я наблюдал это не испорчено еще а если допустим сделать прививку кошки или собаки она с ума сходит это кастрация получается и прививка и кастрация полностью нарушает этот институт они уже как бы с ума сходят у меня была кошка одна до кастрации до прививки она была нормальной кошкой и притом такая ласковая она каждый день соседская кошка ко мне приходила я кормил нормально а эти соседи они скупились и покупали вот эту кошачью еду от которой она постоянно вырывал и она ко мне привязалась потом хозяева решили ее кастировать но она стала расти вот ну как обычно не хотят возиться и в общем после кастрации она так здорово изменилась это по-моему самка самец был и она перестала меня узнавать перестала ласкать меня перестала мурлычить а потом взяла и убежала куда через год я увидел Ваську я ее прозвал я просто не узнал и она меня не узнал вот что такое кастрация то же самое получается и у женщин вырывается матка делается операция на яичнике все полная кастрация это уже ментальное изменение ничего не сделаешь на всю жизнь инвалидность вот в то время как они могут полностью восстановить свое здоровье разными методами включая сухое голодание но поскольку человек под страхом у него отсутствует элементарное знание о здоровье то вот именно страх вынуждает делать все наоборот против законов природы понятно спасибо за очень интересный рассказ наше время постепенно подходит к концу дорогие слушатели если у вас возникнут какие-то вопросы я уверен что Борис Уайдов с удовольствием в них ответит это могут быть вопросы связанные как с сухим голоданием так и на любые другие темы имеющие отношение к здоровью Борис что-то еще вы хотели сказать или мы можем на сегодня завершить ну если нет вопросов я думаю мы завершим я в общем-то сказал общие идеи и самое главное вот чтобы люди не падали духом и не делали преждевременные выводы не подписывали смертельный контракт после операции не возвратишь ни один орган и это инвалидность на всю жизнь не надо вырезать эти органы они богом данны и это все излечивается только сначала надо сознание мозги очистить и мозги восстановить вот поэтому вот будем прощаться я всем желаю удачи и счастья ну надеемся будем встречаться и продолжать наши значит лекции семинары о профилактике и восстановлении естественными методами удачи всем и счастья спасибо Борис вам вам тоже удачи и счастья и до следующих встреч спасибо до свидания удачи